Ирина Елисеева ответит нам на вопросы. Здравствуйте. Добрый день. Говоря в общем об изменениях на рынке, на что вы можете обратить внимание за последнее время? Что произошло? Вы знаете, на самом деле трендов действительно очень много, но самые, наверное, вот такие одни из основных трендов, которые мы видим, это, конечно, изменения, которые происходят с нашим покупателем. Что я имею ввиду? Он становится более взыскательным, более требовательным, более изысканным в своих вкусах и предпочтениях. На самом деле сейчас недостаточно уже просто иметь полку, иметь продукт, иметь интересный продукт и продавать его со скидкой. Действительно, нужно очень четко следовать за теми трендами и за теми идеями, которые в голове у нашего потребителя. А что в голове у нашего потребителя? Ну, безусловно, конечно, это тренд ответственного потребления, то есть когда хорошо должно быть не только мне, но и окружающей среде. Это один из первых трендов. Второй тренд, это, конечно, безусловно, то, что мы отмечаем, это определенная эрозия лояльности, которая происходит. В связи с этим в портфеле у нашего потребителя становится больше брендов, больше сетей, куда он ходит. Поэтому нам нужно быть все более и более изобретательными в том, как мы выстраиваем то, что называется Customer Johnny, то, как мы привлекаем нашего потребителя, то, как мы, ну не побоюсь этого слова, заманиваем его в наши магазины и насколько мы качественно отслеживаем все пребывание его в наших с вами сетях, не побоюсь этого слова. Что кроме этого? Конечно, омниканальности диджитализации, то есть диджитал трансформация. Безусловно, мы должны работать все больше и больше над такими трендами, как предоставление онлайн-сервисов для нашего потребителя, развивать онлайн-торговлю и работать над тем, чтобы эти каналы развивались одинаково, привлекая потребителя из канала онлайн в офлайн, из оффлайна в онлайн. Вот, кстати говоря, вот этой современной, в современных отношениях с потребителем, как изменились отношения с сетями на современном рынке? Я здесь могу сказать, конечно, про абсолютно все сети, про один тренд, который я вижу. Это, конечно, безусловно, совместная близость, сотрудничество, коллаборация, желание быть открытыми, желание понимать друг друга и совместно создавать стратегию развития категорий. Это, безусловно, тренд. Именно в рамках этого тренда сейчас развивается бигдата, то есть когда мы вместе с нашими партнерами смотрим очень детально на то, что происходит с потребителем, на что он реагирует, на что он переключается, что из механик, которые мы ему предлагаем, становятся эффективными, что из продуктов он отмечает и в результате переключается на эти продукты. И совместный анализ, вот эта совместная открытость, партнерство и коллаборация приводит к тому, что мы действительно, понимая и слышивая нашего потребителя, можем гораздо лучше отвечать на его требования. Ну и в завершении, коротко, какой из кейсов реализованной компании вы считаете наиболее успешным, вот за прошедший год, например? Вы имеете в виду наши компании. Вы знаете, на самом деле я бы отметила все-таки тренд ответственного отношения к окружающей среде, который мы сейчас очень активно поддерживаем и внедряем на всех этапах производства нашего продукта. От момента, когда, собственно, мы говорим о нашем производстве, о способах, как мы производим, выбора ингредиентов, то есть те ингредиенты, которые являются безопасны и которые наши потребители могут отмечать как действительно полезны. Это и формулы, например, нашей шаума, там, веган, например. Собственно говоря, сама концепция продуктов, например, сухие шампуни. Я не знаю, знаете вы или нет, но это не просто новинка с точки зрения способа, а это действительно способ снизить потребление воды. И, естественно, я говорю и о самой упаковке. Я имею в виду о пластике, который можно перерабатывать, использовать вторично и так далее. Вот в этом, с точки зрения того, как мы подхватили этот тренд, как мы внедрили его в наши процессы, в наше производство, в наши продукты и то, как мы доносим его до нашего потребителя, безусловно, это, скажем так, начало, конечно, долгого пути, но, безусловно, это начало можно уже отметить как усмешенное. Что бы вы спросили у магнита? Что будет дальше? Как мы будем развиваться? Безусловно, я очень жду ответов на этот вопрос сегодня. Это очень интересно, будет ли это продолжение экспансии, будет ли это, наоборот, эффективное развитие вглубь, какие продукты и категории будут развиваться, ну и так далее. Все, что будет про наше завтра. Спасибо огромное, продуктивного дня. Спасибо большое, вам тоже. Я забыла в конце.